У воинским пахаванне у поселку Калинина спочивают свыше пау тысячи человек. И час от часу на гэтых могильных плитах з'являются новые прозвищи. У 1943 годе при вызволении Беларуси на территории сучасного Тярышковичского сельского совета ишли крывавые бои. И зараз у мясовых лесах Махчыма знаходится еще не одно невядомое пахаванне. Знайсти их допомагают архивные известки и успамины мясовых жихаров. На гэтый раз пашуковики знайшли могилу 69-ти червонаармейцев, які загинули от ран у 1943-тим. Дякуючи архивам установили особу кожного бойца. Среди них практически представители всех республик. Это и Украина, и Россия, и наши из Гомельской области, Добрусский район. Это и Узбекистан, и Казахстан. Очередные поискового клуба «Погона» составили письма с просьбой помочь в поиске родственников. Разослали по всем адресам мест призыва бойцов. Пакуль змогли знайсти родных только у Добруши и на Бранщине. Яны так само приехали на церемонию пахаванне. После Великой Айчинной войны пройшли 10 годзи. Народилися новое поколение. Гэтые люди николи не бачили своих дяду и прадедов, але подчас церемонии на вачах у их слезы. Узнали, что дедушка погиб. Соответственно, когда узнали, что точно это он, бросили все дела, приехали. Это потрясающе. Мурашки бегут до сих пор, чувства непередаваемые. Церемония пахаванне стала знаковой падеей не только для родных червонармейцев, які знайшли опошний прытолок на Гомельской земли. На урачистом развитании шмат мясцовых жихаров. Яны пройшли отдать данину поваги людям, якие поклали свое житё за нашу свободу. Настасья Кучинская, Виктория Шумак, Игорь Марышченко, Телерадо-Кампания Гомель.